В Италии из-за кризиса содержание старинных замков становится непосильной ношей для их владельцев. Однако для многих итальянцев расставаться с фамильным имуществом крайне сложно. Поддержкой для аристократов стал новый проект «Добро пожаловать в замок». Запустили его в этом месяце на выставке Экспо-2015 в Милане. Предки итальянского графа Аймона Роэра до Монтичелла поселились в этом замке 7 веков назад. Тогда местная знать нередко вступала в междоусобные войны. Давно минули времена эпических сражений, нет войск и многочисленной прислуги. Однако потомкам древних фамилий все равно не хватает средств на содержание старинных особняков. А новый проект помогает знать и найти средства для сохранения своих родовых гнезд. А простые люди получили возможность узнать, как жили и живут итальянские дворяне. Я всегда удивляюсь реакцией людей, когда они понимают, что в замках бурлит жизнь. Может быть, они приходят с мыслью, что это уже памятник, а потом видят, что в нем живут. Если граф де Монтичелла привлекает посетителей в свой замок реконструкциями рыцарских сражений, то его сосед граф Пролорма цветами. Он высадил на своей территории 80 тысяч тюльпанов. Здесь гости могут посидеть на скамейках и насладиться великолепным пейзажем. Мы предлагаем людям, приезжающим издалека, окунуться в итальянский образ жизни, в частности, в дворянских особняках. В то же время мы рады, что в Италию приезжают люди со всего мира. В одном из имений туристы могут не только прогуляться по замку, но и спуститься в винный погреб. Виноград выращивают в имении. Здесь же изготавливают благородный напиток, который идет на экспорт в Японию и США. Это замечательная, интересная инициатива. Она даст нам, владельцам исторических особняков, возможность распахнуть наши двери, которые раньше были закрыты. Это позволит другим людям узнать, каково это, жить в замке, продемонстрирует искусство и историю многих веков. В Италии около пяти тысяч древних особняков, находящихся в частной собственности. Проект «Добро пожаловать в замок» объединил 40 семей. Асем Хасен қызы Ернат Кашкынов.